в пандемии случилось так что мы уехали за город и когда в москве тут все закрыли и мы взяли в аренду трейлеры в которых живут актеры два месяца даже три жили в этих караванах и вот там мы поняли что в принципе это реально ничего такого какой-то rocket science и мы начали искать дом ну понятно мы хотели дом быстро случайно увидели на ю тубе как раз шалаш диме и наш настолько просто так скажем дима вызвал доверие в своем рассказе про шалаш как это все выглядит что мы конечно пригляделись к нему тот момент нас не было участком просто мы даже не представляли и даже мы не представляли да сколько и где но в любом случае мы эту идею в голову свою заранили примерно пользу в принципе реально за лето мы нашли участок увидели проект этого дома и поняли что вот как раз мы в этот дом все входим у нас двое детей до 2 взрослых двое детей нам хотелось чтобы у каждого была своя комната соответственно вот этот дом по квадратуре нам очень сильно подошел по внешнему виду просто мы мечтали да вот что такое современное и вот за этот год мы его так скажем до какого-то полуфинального вида завершили приветствую я дмитрий егоров строительная компания домино сегодня мы с вами посмотрим домик по проекту домино 96 московской области дом имеет ширину 6 половиной метров длину девять с половиной метров плюс крыльцо и две террасы одна с передней части другая сбоку также есть модуль кухни а теперь вспомним как это было от первого лица и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Остекление выполнено в пол. Отопление в данных помещениях выполнено с помощью электроконвекторов. Потолок под самый конек. Электроснабжение в данном доме выполнено силами местного электрика. Заходит вводной кабель. Дальше у нас есть рубильник и реле напряжения. Вода заходит в дом. На вводе расположен греющий кабель, как страховка. На тот случай, что если даже вдруг замерзнет, то он не даст воде замерзнуть. Дальше в вода попадает фильтр грубой очистки. Установлен вот такой BigBlue фильтр нитевой. Дальше идет подготовка воды. Дальше вода идет по трубам и попадает уже в зону распределения. Коллекторная группа на холодную, на горячую воду. Такая система является более прогрессивной, чем тройниковая. Более комфортная, потому что на все зоны распределяется давление равномерно из одной точки. Горячее водоснабжение в данном доме реализовано через водонагреватель. Но не слабенькое, а повышенной мощности для того, чтобы воду не надо было ждать. Отопление в данном доме реализовано с помощью теплых полов и электроконвекторов на втором этаже в спальне. Теплые полы вообще сами по себе, это схема более комфортная, чем электроконвекторы. Мы рекомендуем их делать там, как минимум там, где вы проводите основное время. Ну, например, это гостиная, это, например, кухня, это, например, санузлы. В принципе, можно и в спальне их сделать, но в спальне, по сути, вы просто спите на кровати. То есть вы, как на таковом теплом, на полу не находитесь. Поэтому там допустимо, в принципе, сэкономить. Но иногда делают везде теплые полы. Чтобы вы понимали, это существенно дороже стоит, чем электроконвекторы. То есть теплые полы, это может стоить десятки тысяч, а электроконвектор можно там за пять тысяч или за семь купить. Итак, теплые полы, именно корейские, по сути, подключаются просто к электричеству. Они не требуют никакого котельного оборудования и отдельного для него места. А регулировка их происходит за счет вот таких вот регуляторов, которые установлены в каждой зоне. В наших домах мы устанавливаем современные виды вентиляции. Мы ставим приточно-вытяжные системы, приточные. И самый распространенный вариант, который реализован в этом доме, это вытяжная система. Безрамное остекление – это такой современный минималистичный способ. Плюс его в эстетической составляющей. Но, конечно, безусловно, он уступает по практической составляющей. Ну, например, по замене стеклопакетов. В раме это легко меняется. Здесь, в принципе, это тоже решаемо, но немножко более сложно. Итак, здесь идет у нас фахверковая конструкция из кленого бруса. Никаких рам. Стоит стеклопакет и вклеен он к этому брусу на герметик. Стеклопакет из закаленных стекол. Снаружи мультифункциональное стекло. Защита от солнца и энергосбережение. А также установлена дистанционная композитная рамка. Боковые окна и входная дверь выполнены из ПВХ-системы компании Rehau. Это пятикамерный профиль. Установлен двухкамерный стеклопакет. На кухне установлена вот такая интересная дверь. Дверь-портал. Она работает вот таким образом. То есть так она идет на проветривание. А при поднятии ручки кверху она отъезжает в стороны. В чем плюс этой системы, в отличие от классической открывной, она более надежная. Открывные системы, большие створки, они со временем провисают. Сначала это за счет регулировки решается, а потом регулировка не помогает. А в данной системе провисать нечему и ломаться, поскольку ездит она по рельсе. Но из недостатков эта система, конечно, безусловно, более дорогая, чем открывные системы. Отделка в наших домах может быть совершенно любая. В данном доме выполнена комбинация штукатурки и дерева. Все зависит от вашего дизайн-проекта, от фантазии и финансовых возможностей. Никаких ограничений нет. Первую ночь мы ночевали в палатке, когда у нас здесь не было окон. Мы здесь приехали и поставили вот сюда палатку. У нас было в прошлом году достаточно теплое лето. И мы сюда на первый этаж поставили палатку. Очень уж хотелось нам поночевать в доме, несмотря на то, что не было окон и дверей. И света не было. Мы у соседа взяли электричество, натянулись себе, сделали освещение, собрали эту палатку. Проснуться было волшебно. Вот на эти ели, это голубое небо, солнце, вообще было фантастически. Конечно, да, от квартиры в Москве мы точно не откажемся, потому что у нас очень много каких-то активных и работа, и какие-то культурные мероприятия. Поэтому, наверное, нет. Но как минимум, там, каждые выходные и каникулы, и летние каникулы, или просто там на недельку уехать, да. Но у нас полностью готовы, чтобы можно было приезжать и жить там хоть каждый день. Спасибо, что досмотрел ролик до конца. Гораздо больше информации и фотоотчетов в нашем телеграм-канале. Ссылочка будет внизу, поэтому обязательно переходите и подписывайтесь. Не забудьте поставить палец и нажать колокольчик в нашем канале. Для нас это очень важно, для того, чтобы наш ролик продвинуть наверх в рекомендациях Ютуба. Субтитры создавал DimaTorzok